Осмотр микрорайона Павшинская пойма делегация во главе с Дмитрием Волковым начала с храмовой территории. Это место особенно полюбилось жителям. Сюда с удовольствием приходят отдохнуть, погулять, а с утра пробежаться по дорожкам. Вот только спуститься ближе к воде спортсмены могут, а для мам с колясками это целая проблема. Нету подъема с колясками здесь. А, то есть вот этот спуск такой, да? Конечно, только ступенек много, вот коляска, обклоню там, по мосту. А почему лифт не работает? Давайте я вам коляску дам с ребенком, и соответственно, как быстрее лифт заработает. Лифт исправен и готов к эксплуатации, рапортует ответственный. Но для того, чтобы его запустить, еще необходимо выполнить некие обязательные технические условия. Месяц назад мне поручили сделать дистанцию, я сейчас делаю. Кто, кто вам поручил? Административный. А вы директор, да? Понятно, ясно. Сколько вам нужно времени? Недельца. Недельца. Я вам сутки даю, хорошо? С утра мне завтра доложить. Руководитель проинспектировал близлежащую тихую зону, которую открыли совсем недавно. А еще спортивную площадку. Футболистов-любителей из числа жителей она вполне устраивает. Чего не хватает, так это освещение. Проработать вопрос в кратчайшие сроки – поручение Дмитрия Волкова. У следующей точки инспектирования своя история. Это площадка для будущего строительства воспитательно-образовательного комплекса, который давно ждут павшинцы. Мы этот участок долго выбивали по суду в судебном порядке, вытащили его из конкурсной массы, соответственно, оформили муниципальную собственность и запустили проектирование. Социальные объекты должны быть в приоритете. И павшинская пойма в этом аспекте не исключение. Для детей микрорайона будет возведен образовательный комплекс. Это школа, рассчитанная на полторы тысячи учеников и детский сад на 200 мест. Проект планируется реализовать до 2024 года.